Ребята, всем привет! Меня зовут Света и добро пожаловать в наш блог Псегородских окраин. В этом видео я хочу вкратце рассказать вам о том, что такое вообще поездки с собакой и поделиться своим все-таки небольшим опытом, несмотря на то, что у меня как бы две собаки и одной из них 6 лет, но за все это время мы ездили в транспорте. Я не говорю о каких-то дальних прям поездках, типа там на самолете, на поезде, но в целом у нас был короткий опыт и мне этого опыта хватило. И если вы думаете, что вызываете собаку и сможете вообще спокойно путешествовать и ездить в транспорте абсолютно без стресса и без нервов, то это, конечно же, не совсем так. С другой стороны, кажется, что все очень просто. Достаточно надеть на собаку намордник, купить ей билет, надеть на неудобную шлейку, чтобы можно было, если что, поднимать ее, например, за ручку. Ну, за ручку шлейки. В принципе, наверное, все, взять с собой какие-то вкусняшки, лакомства и спокойно ехать куда-то, например, в той же Москве. Но не все так, конечно, радужно. Например, нельзя исключать фактор стресса у собаки и фактор стресса у вас, потому что собака в любом случае будет перенимать ваше состояние. Я ездила с Линдой примерно где-то по три часа, причем это только в одну сторону, на двух электричках. И да, это было очень нервно и, возможно, Линда перенимала мое настроение, а в конце поездки она просто настолько уставала нервничать, скулить и вообще куда-то рваться непонятно куда, что просто успокаивалась и засыпала у меня в ногах. Также размер собаки все-таки имеет значение. Одно дело вот с этим товарищем путешествовать маленьким, которого можно просто взять на руки. И, кстати говоря, вы знаете, такой интересный момент. Не знаю, как в других городах, но в Москве, даже если вы едете в электричке с вот такой маленькой собачкой и держите ее на руках, вам все равно нужно покупать ей отдельный билет. То есть довольно удивительно, например, если вы едете с каким-нибудь рюкзаком и сумкой, кладете ее на сиденье возле себя. За эту сумку или рюкзак тоже нужно платить, ей тоже нужен билет. А если вы держитесь собачку на руках, то ведь она не занимает никакое место. В общем, вопросов, конечно, много, но вот так вот. Поэтому на собаку нужен билет, и собаке нужен намордник. Как бы это главное такое правило. Да, товарищи? Вот товарищи ходят, никак не успокоятся. Да, плодучи? Какие мои хорошие, хорошие мальчики. Вот. Линда всегда очень нервничает, неважно, есть ли у нее там косточки, беру ли ей какие-то вкусняхи, она все равно нервничает, переживает, скулит. И все наши поездки непосредственно из Подмосковья в Москву мы проводили рано-рану утром. То есть буквально на первой, там, на второй электричке в 4 утра с чем-то, чтобы было поменьше людей. Желательно, может быть, особенный день вроде субботы, например. И то люди были. Вы не представляете, но люди реально были, и видно, что они едут там на работу, на какую-то смену. И как таковых неприятных инцидентов в плане пассажиров не было вообще никаких. Даже наоборот, люди достаточно радушно реагируют на большую белую собаку. Проблем не было, но, конечно, она занимает место. Ты должен постоянно следить за ней, чтобы она там никуда не залезла. Потому что еще сзади тебя сидят люди, и твоя собака в ногах. Она может, знаете, немножко так залезть туда и напугать кого-то. В общем, стопроцентное внимание. Очень тяжело, очень трудно. Также я со своей самой-самой-самой первой собакой, с долинкой, со спинели. Мы путешествовали в Украину на поезде. В поезде вела себя замечательно. Спала у меня с моей мамой на полке. Единственное, что она не переносила электрички абсолютно. Она просто всю дорогу истерила, орала, мыла. И ничто не помогало просто вообще. Это было жутко, это было просто ужасно. А в поезде она, в общем-то, успокаивалась. С малышом мы пока еще с этим не путешествовали. Я жду все-таки тепла, и мы обязательно будем ездить. Но мне кажется, с маленькой собачкой путешествовать это гораздо-гораздо проще, чем с большой. Опять-таки, основной фактор это отсутствие нервов с вашей стороны. Все. Если вы не будете нервничать, то и собака не будет нервничать. А я, блин, я всегда нервничала. На самом деле, я стараюсь по минимуму вообще выезжать с собакой куда-либо. Потому что это, блин, отдельный стресс для нас обоих. И подвергать нас постоянному этому стрессу я просто не хочу. В машине, кстати, мы тоже ездим. В машине более-менее все в порядке, если я нахожусь рядом. Но тоже, вы знаете, это очень-очень серьезный выход из зоны комфорта для моей собаки. Хотя я знаю дофига собак, которые очень любят путешествовать. Машина, там открываешь, она сразу запрыгивает. Как бы нет, это не совсем про Линду. Она очень домашняя. Несмотря на то, что она очень спортивная собака, она обожает гулять. Но у нее такой, знаете, пунктик. После даже самой долгой прогулки нужно обязательно идти домой. Всегда идти домой, кушать, спать, отдыхать. То есть для нее дом, она на самом деле, наверное, домоседа, если существует такое понятие относительно собак. Так что, друзья, ну что я могу пожелать? Пораньше просто социализируйте своих собак. Ездите с ними в транспорте, если это для вас действительно нужно. Если вы в будущем планируете постоянно с ними путешествовать. Но в целом, если ваша работа там связана... Например, работаете дома. И вам не нужно постоянно ездить в транспорт и таскать с собой собаку. То, наверное, нет особого смысла ее таскать. Я еще с ужасом думаю, если вдруг в жизни будет такая ситуация, мне придется Линду брать, там, самолет или какой-то поезд очень дальнего следования. Блин, мне реально очень стремно об этом думать. В плане Люсика, мне кажется, будет все хорошо. Потому что, блин, он маленький. Он очень бесстрашный, несмотря на то, что он маленький. Он очень-очень смелый. А Линда у меня такая нежненькая, нежная ангелоча, это нежная овечка. Она, в общем, да, такая. Поэтому все, конечно, сугубо индивидуально. Но от себя хочу добавить, что любые поездки в транспорте для нас это стресс. Вот. Я стараюсь, на самом деле, сейчас минимизировать такие поездки. Их сейчас у нас как бы нету. Раньше были. И это было настоящим испытанием для нас с обоих. Все, друзья, на этом я, наверное, все-таки завершу свою маленькую эпопею. Путешествуйте ли вы своими собаками, ездите ли вы с ними в транспорте? Напишите, пожалуйста, как у вас все это проходит. И если ваш пес, например, сильно нервничал в транспорте, каким образом вам удалось его успокоить? Напишите, пожалуйста, потому что, возможно, мы тоже воспользуемся вашим советом. Вдруг вам тоже поможет. Все, друзья, до встречи в следующих роликах. Не забывайте подписываться на наш инстаграм, ссылки в описании. И оставляйте свои запросы, пишите свои комментарии внизу под видео. Мы всегда рады любой обратной связи. Мы — это я и мои пищики. Все, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok